Проблем быть не должно. Об этом представители агросектора докладывают губернатору накануне посевной. Этот сезон фермеры настраиваются пройти плавно. Судя по отчетам, для этого есть все. Семена, отечественная селекция 90%, а если импортные, то это гибриды, произведенные у нас. Что делать? Посверплю, условно говоря, что-то с кукурузой. Сиба-агроцентр в настоящее время имеет порядка 200 тонн гибридов кукурузы, 240 тонн гибридов подсолнечника. Прорабатываем вопрос, чтобы расширить номенклатуру, расширить посевы именно семян, для того, чтобы мы могли использовать уже в 2023-2024 году, создавать дополнительный фонд наших отечественных сортов. Которые, по замечанию чиновников, не уступают импортным по качеству. Минеральные удобрения закуплены, технику аграрии успели обновить, следует из выступлений. Что касается запчастей, поставщики гарантируют фермерам их наличие. Они все отечественные компании, да? Ну, в том числе и импортные, подтверждают, на те, которые часто выходят из строя, они аварийный запас. Все нравится, какие-то элементы. Аграрии озвучили властям и наболевшие, к примеру, Лейкос КРС. Фермеры заговорили о финансировании этого вопроса. Сейчас на весь край выделяют 120 миллионов рублей на компенсации. Но вот пример из Суецкого района. Оздоровление стада съело почти половину бюджета региона. Мы потратили, получается, 59 миллионов рублей. При перераспределении дополнительных доходов, что мы сделали, Минфинкомитет тоже обратился, что, значит, надо нам добавлять на финансирование на Альбрии ГОС. Фермеры просят обратить внимание и на аукционы на аренду земли. Участвуют в них все желающие, но по час выигрывают те, у кого есть деньги. Потому что при средней в крае стоимости аренды гектаров 500 рублей, в Ребрихе недавно фигурировала цена в разы больше. 11 600 рублей. Это же абсурд. Те, кто сегодня работают на земле, они могут завтра остаться с техникой, со складами, с основными средствами, но без земли. А представители перерабатывающего сектора просили Виктора Томенко обратить внимание на отсрочку платежей торговым сетям. Если региональная Мариара уже пошла навстречу, то пятерочка и магнит на уступки не идут. Возможно, отсрочки понадобятся и перед налоговиками. По прогнозам участников рынка, в апреле-майе может начаться дефицит средств. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...